приветствую вас дорогие друзья в этом видео познакомимся с бюджетными новинками которые выходят в начале лета 2016 года производители поняли какая категория пользуются наибольшим спросом давайте посмотрим чем нас на этот раз порадуют китайцы ссылки на все телефоны от надежных продавцов проверенные мной лично как обычно внизу под видео начнем с небольшого знакомства каждой модели по очереди а после рассмотрим сравнительную таблицу со всеми характеристиками первым на очереди нас телефон lego z1 на борту мы имеем телефона стандартный процессор 6580 но как по мне минус этого телефона то что у нас 512 оперативной памяти маловато маловато связка камеры у этого телефона на 3 и 2 мегапикселей соответственно но чем он выигрывает этот телефон то что у нас первых диагональ телефон составляет всего лишь 4 дюйма батареи 1400 миллиампер вполне приемлемо для этой диагонали и цена этого телефона составляет всего лишь 35 долларов 35 долларов за 4 за 4 дюймовый телефон это очень и очень хорошо на телефоне присутствуют умные жесты и еще что следует отметить в таком у нас 1 2 3 4 4 цвета можно заказать многие меня спрашивают какой телефон можно взять с диагональю 4 дюймов вот этот телефон отлично подойдет цена качества на достойном уровне далее следующий телефон lego z5 тут мы имеем уже привычные нам характеристики а именно диагональ телефона составляет 5 дюймов на борту у нас 1 гигабайт оперативной памяти 8 гигабайт встроенной связка процессор у нас здесь mt6580 с тактовой часто 1 и 3 гигагерца связка камер у нас на 2 и 5 мегапикселей соответственно емкость аккумулятора составляет 2 300 миллиампер что следует еще нас у нас отметить у нас на телефоне уже стоит android 6.0 уже не 5.1 то есть самое последнее обновление в четырех цветах выходит телефон и очень здорово он похож на lego z.5 телефон стоимость этого телефона составляет 44 доллара но минусом этого телефона является его низкое разрешение всего лишь 854 на 480 но зато цена очень довольно таки хорошая поэтому многие найдутся которые захотят купить этот телефон и в игрушке я думаю тут будет летать при этих параметрах следующий телефон ulefone u007 агент 007 тема джеймс бонд они продолжают покидать мои ролики компания улефон решила не отставать от своих конкурентов и тоже выпускает бюджетник по характеристикам мы имеем стандартный четырех ядерный процессор 5-дюймовый телефон hd разрешением у нас один гигабайт оперативной памяти 8 накопитель видите процесс у нас четырех ядерный 6580 связка камер у нас здесь тоже очень хорошая на 13 мегапикселей и 5 мегапикселей соответственно на борту стоит android 6.0 батарея у нас на 2200 миллиампер телефон имеет очень такой интересный дизайн выходит он в трех цветах в таком белом не белом сером черном и какой нам у нас там цвет был это уже и забыли забыл да все таки в белом сером и черном свете телефон выходит телефон имеет видите бесконтактное управление умные жесты тоже у нас присутствуют в этом телефоне в общем полный фарш и все же дизайн вот такой видите мне очень нравится такой интересный дизайн у этого телефона цена данного телефона составляет 60 долларов вполне логично для этих характеристик также спереди у нас телефон защищен gorilla glass 3 поколения gorilla glass 3 думаю что будет очень интересно как компанию лифон проявить себя в этом ценовом сегменте посмотрим посмотрим далее на очередь дорог добротная фирма cubot ее телефон под названием cubot rainbow то есть cubot радуга телевну произведение как бы намекает что есть широкий выбор цветовом сегменте тут конечно не 12 цветов только 5 но все же ладно догнать телефон составляет 5 дюймов разрешение hd 1 гигабайт оперативной памяти 16 накопитель немного непривычно в 16 получит получше чем 8 молодцы 4 ядерный процессор 6580 батарея на 2 200 миллиампер надеюсь это реальная емкость но вроде компании cubot не занимается обманом в своей емкости хорошая связка камер тоже как видите на 13 мегапикселей и 5 соответственно отметим о наличии функции оути джи дисплей у компании cubot очень не нравится я надеюсь здесь будет такой же как и на cubot h2 хороший яркий насыщенный цвет будет передавать этот дисплей и все это удовольствие нас стоит 66 долларов ну посмотрим как телефон компании cubot будет отрабатывать эту стоимость надеюсь будет динамик хороший и не все же телефон будет иметь металлический каркас они пластмассовый я надеюсь что все-таки это не обманывает настоящий металл далее напоследок телефон от компании в любом мая как видите тоже вот имеет вроде бы как металлический каркас не знаю можно металлический может такая хитрая обманка выходит он двух цветах вот в таком золотистом и белом и ведь у нас к сожалению будет присутствовать такие широкие рамки и это немного меня смущает телефонов черных цветах и синим нету и поэтому рамки будут присутствовать давайте посмотрим промо ролик от компании в любом чем же нас тут радует видите у нас динамик расположился внизу ведь вот в таком белом цвете здесь телефона присутствует хорошая связка камер тоже на 13 и на 8 мегапикселей то есть телефон заявлен то что для селфи вспышек для селфи камер камер фотографии будет очень хорошо подходить что следует отметить что у нас на телефоне с заявлено производителем стоит специальное приложение которое поможет улучшить ваши снимки то есть такой мини мини обрабатывающий photoshop позволит вам сделать ретушь лица давайте посмотрим как он здесь проявляет видите да и после такая небольшая ретушь телефон на телефоне стоит 4 ядерный процессор 1 3 гигагерца но вот 64 битный мне кажется это обман android 6.0 уже стоит новый соответственно диагональ телефон составляет 5.5 дюймов при hd разрешении этого вполне приемлемо хватает для бюджетной категории спереди телефон защищен горелоглаз циклом третьего поколения 2.5 d технология 3000 миллиампер часов это очень хорошо если здесь будет реальная стоимость но как по мне компания bluebo не занимается обманом и и действительно реальная емкость от заявленной не отличается ведь он выходит в двух цветах только вот в таком белом и золотистом как телефон от компании bluebo пикассо и все это удовольствие будет стоить у нас 70 долларов по предзаказу а вот после предзаказа компания говорит что телефон будет стоить 100 долларов ну это конечно такое завышенная стоимость и мне кажется за 100 долларов никто его покупать не будет но за 70 долларов по предзаказу думаю можно будет заказать перейдем к табличке посмотрим что же у нас теперь по этим телефонам что мы имеем в итоге вот здесь по любом мая у меня к сожалению нет информации сколько он весит и его размера но я думаю что стандартные размеры для телефона с диагональю 5 5 дюймов как видите все у нас пластмассу имеет корпус но вот кубот радуга и в любом мая мне кажется я надеюсь что все же здесь у нас металлический каркас а не обманка вот такая как видите самый большой у нас цветовой диапазон это у нас в любого точнее кубота радуга действительно видите световой сегмент очень высокий а вот в любом мая только золотое белое к сожалению все телефоны имеют стандартные слоты под sim карты микросим хотя нет вот у нас ли обозит один заявлено то что у нас sim карту можно большую не обрезанную вставлять то есть комбинированных слотов нигде нету android 6.0 везде но здесь небольшая ошибочка прошу прощения все таки здесь обычный 6.0 android 5.1 только на lego z1 везде процессор 6580 но здесь написали от компании в любой что у нас 64 битный процессор какой-то какой-то обман вроде бы процесса 6580 не может быть 64 битным везде 4 ядра с тактой частотой 1 3 гигагерца но зато у нас мали 400 везде mp1 а вот на любом мая все же стоит мали mp2 и поэтому у нас здесь два ядра с тактовой частотой 210 мегагерц получше оперативной памяти везде у нас видите здесь у трех на 1 гигабайт здесь 512 здесь на 2 на 4 гигабайта пзу то есть накопительная здесь на 8 на 16 у куб от радуги и в любом мая тоже на 16 везде ips а матрица стоит диагональ у нас у первого 4 дюймов и здесь благодаря вот такому небольшому разрешению думаю что пиксели видны не будут а вот здесь пиксели да все же видны будут это разрешение и диагональ 5 дюймов думаю что зернистость будет видно здесь думаю зернистость видно вас не будет за горилла глаз на заявлено здесь и вот здесь заявлено горилла глаз стекло третьего поколения поэтому я думаю что будет выбирайте вот эти телефоны если думаете если будете хранять далее датчики под датчиком акселерометр у нас только стоит в этом телефоне остальные все датчики у нас такие минимальный набор приближение света и акселерометр камера на самое лучшее это конечно в любом мая на 13 мегапикселей и на ты даже и улюфон тоже вот эти все три телефона на 13 мегапикселей камеры но фронтальная камера у нас выигрывает в любом в любом мая на целых 8 мегапикселей везде стоит gps глонас под поддержки у нас нигде не заявлено но кто его знает может уже поддерживает какой-то телефон и глонас но мне кажется что нет бат радуга выделяется тем что у него есть точно поддержка ход к нот и ауте джи у других телефонов пока не могу и вам утверждать может быть и есть нибудь поддержка у печи но производитель пока не заявлял аккумулятор здесь безусловный фаворит и в любом мая не кажется он будет дольше всего жить благодаря вот именно емкости в 3000 миллиампер да хотя может или его z1 благодаря диагонали в 4000 миллиампер мне кажется что в принципе все телефоны будут жить примерно одинаковое количество времени потому как кто его знает какая реальная емкость будет в итоге все телефоны поддерживают 2g и 3g по цене безусловных варит ли ага z1 также потом идет ли ага z5 за 44 долларов и вот здесь такая небольшая разница в 60 66 долларов и 70 долларов я думаю что для каждого телефона найдется свой покупатель кстати я вот заказал либо z5 по акции вообще за 30 долларов не повезло так что переходите по ссылкам может быть и вам повезет куда-нибудь заказать вот такой телефон вообще по такой халяве и не забывайте просить у продавцов скидки то есть заказ делать оформлять и потом писать продавцу дорогой товарищ скидни пару долларов и он может скинуть я вот скажу вам откровенно этот телефон взял за 63 доллара этот вообще по акции за 30 а вот этот телефон выпросил еще скидку на 2 доллара в итоге получилось 30 на 33 доллара вот такой вот мини обзорчик получился у нас всем спасибо за внимание и удачных вам покупок счастлива а